Доброго времени суток всем любителям часов. Сегодня у нас на обзоре Ulysse Nardan Classic Dual Time Limited Edition. Всего 1846 штук. И эти часы любезно предоставлены на обзор мультибрендовым бутиком Montre Deluxe, за что им огромное спасибо. И все ссылки на бутик будут ниже в описании. Но мы как обычно, поехали! Итак, диаметр часов 42 мм. Толщина часов 13 мм. Расстояние между ушками 20 мм. И расстояние от верхнего ушка до нижнего 50 мм. Естественно, здесь сапфировое стекло. И это сапфировое стекло с антибликом. И посмотрите, в некоторых моментах получается такое ощущение, что здесь нет стекла. Вот мне кажется, сейчас у меня это получилось вам показать. Само по себе стекло имеет такую сферичную, можно так сказать, форму. И если вы смотрите мои обзоры, вы, конечно, знаете, что я не очень люблю плоские стекла, поскольку все-таки это такой легкий способ, как говорится, немножко понизить расходы и меньше вкладывать в создание часов. А все-таки сферичное стекло достаточно сложно изготовить. И поэтому мне больше нравится. Да и игра получается света, игра на отражениях, даже при условии, что есть антиблик. Все равно очень красиво получается, когда вы вращаете часы. Они очень красиво поблескивают, интересно и привлекают к себе внимание. Ну, давайте пойдемте дальше. И здесь корпус выполнен из нержавеющей стали. И часы, к сожалению, не имеют хорошей водозащиты. Всего лишь 30 метров. И я считаю, что для Улис Нордана это, конечно, маловато. Пусть даже эти часы и позиционируются как некий такой костюмный вариант, но все-таки Улис Нордан это марка, которая выпускала морские хронометры. И как бы уже в честь даже этого стоило все-таки сделать здесь водозащиту, ну, хотя бы 100 метров. Головка здесь не завинчивается. Сейчас она отведена в самое крайнее дальнее положение. Для того, чтобы сделать стоп-секунду и остановить часы, чтобы красиво выставить стрелки. И, естественно, она не завинчивается. Здесь прекраснейший исполненный логотип, но к нему мы еще вернемся попозже. А сейчас давайте перейдем к ремешку. Ремешок выполнен из кожи аллигатора в таком глубоком синем цвете. Качество, конечно, здесь на высочайшем уровне. Ну, а чего ожидать от часов такого класса? Хочу заострить ваше внимание на вот этом месте, насколько хорошо и плотно ремешок прилегает к часам. Здесь очень он хорошо стоит. Никаких практических зазоров нет. Это сделано очень хорошо, на мой взгляд. Если вот отсюда нам кажется, что это простая классическая застежка, только почему-то нет у нее язычка, то отсюда мы, конечно, уже видим и понимаем, что это застежка-бабочка. Но посмотрите, как интересно сделано. Здесь как будто идет винт, и здесь как будто идет винт. Но на самом деле это пушеры. И нажав на пушеры, мы раскрываем одну часть застежки. Вторую часть нам придется раскрывать вручную, но это как бы несложно. И посмотрите, здесь великолепно выполненный логотип у Лис Нордан на таком фоне матовом. А здесь он дублируется маленьким таким тоже логотипом на основной части застежки, которую будут видеть люди. Но здесь он такой маленький и неприметный этот логотип. Посмотрите, насколько выполнены все детали. Здесь нет ничего такого прослабленного или отштампованного. Все на очень высококачественном уровне. Вот принцип работы самой застежки. Это, так скажем, основной стороны. А вот принцип защелкивания застежки не основной. Базируется на вот этих вот керамических шариках. Посмотрите, они с двух сторон. Они нужны для того, чтобы не стираться. Поскольку, если бы здесь был стальной шарик или, например, стальная выпуклость, то со временем она бы, конечно, могла бы сточиться. То есть, произошла бы выработка металла. И, конечно, вот эта часть стала бы легко раскрываться. Защелкивается с характерным щелчком, так же, как и эта часть. Выполнено это очень хорошо. Выглядит, конечно, прекрасно. Давайте еще раз рассмотрим каждую маленькую частичку. Посмотрите. Все очень мощно. Нигде нету прослаблений. Ну, давайте посмотрим на заднюю крышку. Как вы видите, задняя крышка у нас имеет окошко, через которое мы можем наблюдать механизм. И, что интересно, задняя крышка крепится на шести винтах. И здесь нет никаких серьезных гравировок, кроме референса модели, у Лис Нордан и того, что это 30-метровая защита у часов. Все. Прежде чем говорить о механизме, все-таки хочу еще раз вернуться к ремешку, а именно к его внутренней части. Показать вам то, насколько качественно выполнена подложка, какая здесь печать на внутренней стороне, как все хорошо прошито. Вот так вот смотрится застежка, когда с нее снята часть ремешка. Удлинение происходит с помощью вот такого вот, скажем так, зубчика, который вставляется вот с верхней стороны. Вот таким вот образом. Ну и давайте уже перейдем к механизму и взглянем на это великолепие. Итак, здесь установлен механизм мануфактурный УН334. Его диаметр 27,3 мм. Его высота 6,15 мм. Он имеет 49 камней. Частота его работы 4 Гц или 28800 полуколебаний в час. И запас хода 48 часов. Как вы можете видеть, здесь прекрасно виден баланс. И вы можете заметить, что пружинка баланса, она имеет несколько витков всего. Ну, конечно, это связано с современными новыми технологиями и тем, что спуск выполнен из кремниевого сплава. Сам по себе также посмотрите на ротор, как выполнен красиво. Такое ощущение, что вот эта вот часть как будто покрыта таким неким инеем. Действительно выглядит очень интересно. Необычно, я бы сказал. Ротор имеет двунаправленную, как бы, возможность подзаводить часы. И ему нужно только 1100 оборотов для того, чтобы подзавести часы. Синие винты. Все как принято у швейцарцев. Большое количество камней. Механизм, конечно, выполнен очень красиво. Очень интересно. Опять же, я думаю, что многие из вас со мной согласятся, что швейцарцы умеют делать красиво. На такие механизмы приятно смотреть. Не зря они делают вот эти открытые задние крышки. Иногда здесь задержаться и посмотреть на это великолепие. Просто красиво. Ну что ж, давайте пойдем дальше. Я остановил за кадром часы для того, чтобы было проще вам рассказать о функционале и потом показать то, как эти часы легко и интуитивно управляются. Ну, давайте начнем с даты. Дата располагается на двух часах. Это Big Date. Далее, на шести часах у нас располагается секундная стрелка. И она имеет функцию стоп-секунды, как вы видите. На девяти часах у нас второй часовой пояс, и он в 24-часовом формате. По центру располагается часовая и минутная стрелки. И часовая стрелка является основной для перевода даты. Сейчас я вам это продемонстрирую. Часы в данный момент головка отведена в крайнее третье положение для того, чтобы именно можно было устанавливать основное часовое время. Итак, когда мы вращаем основную стрелку, то, естественно, перещелкивается и второй часовой пояс. И, смотрите, сейчас перещелкнется дата. Вот. Далее я отведу ее вот сюда. Покажу вам интересный момент. В этом положении, если мы будем нажимать стрелку, то стрелка перещелкивается, как вы видите. Но интересно то, что если я нажму еще раз, и перещелкнется дата назад. Видели? Еще раз вот. Теперь. Вот это происходит таким интересным образом. Настройка. Далее. Сейчас я переведу часы подальше. То есть в классическую, скажем так, нижнюю часть вот сюда. И во втором положении заводной головки мы можем переводить дату. И, как вы уже, наверное, догадываетесь, дату можно переводить в любую сторону, не опасаясь повредить механизм. То есть, как вы видите, это очень легко и интуитивно все настраивается. Минута истории для Улисс Нордан. После смерти Поля Давида Нордана, семейная фирма была поделена между его тремя сыновьями. Альфредом, Гастоном и Эрнестом. Как вы знаете, Эрнест был самый талантливый из них. И в 1922 году была преобразована в акционерное общество. Уже в 1923 году морской хронометр, разработанный Эрнестом, добавил очередную награду в копилку бренда. В 1935 компания разработала калибр 22-24, первый хронометр с двумя секундными стрелками и точностью измерений 1,1 секунды. Прототип этих часов завоевал золотые миндали на всемирных выставках в Барселоне и в Нью-Йорке. В 1936 году модель хроносплит Берлин была впервые представлена на Берлинской Олимпиаде. Именно эти часы использовались для установки результатов с высокой точностью. После Второй мировой войны Улисс Нордан специализировались на выпуске часов с автоподзаводом и ультратонких часов. Но уже приближался кварцевый кризис. Вот так эти часы выглядят на руке. Приближаясь к концу видео, давайте сконцентрируем взгляд на разных интересных деталях и рассмотрим их поближе. Я думаю, что стоит начать как раз с люма. Дело в том, что возможно вы догадываетесь, что люм есть на большой часовой стрелке и на большой минутной, но вы вряд ли догадываетесь, что есть он и на меточках. Дело в том, что вот эта вот внешняя сторона метки, которая выглядит как будто поблескивает, на самом деле здесь есть небольшое количество люма. И выглядит это вот таким вот образом. Посмотрите. Интересное решение. Незаметное, но при этом очень такое элегантное. Ну и конечно стоит уделить внимание заводной головке. Она здесь выполнена действительно великолепно и очень красиво. Я думаю, что многие из вас со мной согласятся. Посмотрите, насколько это красиво смотрится, как все это играет. На свету. Конечно, стоит отметить и сам корпус. Посмотрите, как он отполирован, на каком высочайшем уровне. Можно видеть отражение меня и всего вообще, что вокруг происходит. То есть это, грубо говоря, зеркало. Чистейшее зеркало. Это даже при условии того, что тут вот остались некоторые мои жировые следы. И это все равно не мешает этим часам настолько красиво отражать свет. К сожалению, конечно, это будет потом царапаться. Но при условии, что эти часы все-таки такие больше для выходного дня, то я думаю, что они достаточно долго сохранят свою привлекательность. Но это, конечно, цена вот этой вот красоты, скажем так. Корпус тоже очень у них интересный. Такой, я бы сказал, такой сплюснутой бочки. Если ее прессом придавить, у нее так бочка разойдутся немножко в стороны. И здесь это вот такая сплюснутая бочечка. Мне очень нравится этот корпус. Посмотрите также на сами ушки. У них есть интересные такие канавочки. Действительно выглядит очень красиво и необычно, я бы сказал. Плюс, давайте рассмотрим клавиши. На них можно увидеть плюс и минус. То есть это переключение часовой стрелки. Быстрое. Ну и как обычно здесь номер часов, который я прикрыл. Это классический вариант для всех часов у Лис Нардан. Ставить здесь на боковую поверхность маленькую такую табличечку, которая держится на винтиках. Интересное, хорошее, элегантное решение. Мне оно очень нравится. Ну давайте уже перейдем к самому интересному. Это циферблату. Посмотрите, насладитесь этим зрелищем. Как все это красиво переливается. Я знаю, многим из вас, наверное, не нравятся те эпитеты, которые я достаточно часто использую. Вот опять же, посмотрите, мне удалось подобрать вот этот момент, когда чувствуется эффект отсутствия стекла. Накладной логотип у Лис Нардан. Здесь вообще очень много таких интересных элементов. Посмотрите, окошечко даты, как выполнено. Посмотрите, как выполнено окошко второго часового пояса. И там даже внутри есть свое маленькое стеклышко, которое тоже так красиво отражает цвет. Посмотрите, как выполнено малый циферблат. И у него есть вот эта вот структура пластинки, которая тоже будет создавать вот этот санберст эффект. На мой взгляд, это просто великолепно. Ну и, конечно, вот эти замечательные акульи зубы. Это меточки. Выглядит, конечно, очень хорошо. Опять же, вот это вот циферблат выполнено в стиле такой волны. Вспомните первые обзоры, которые я делал на Лис Нардан Марин Дайвер. Там тоже было нечто подобное, здесь только чуть-чуть другое. Единственное, опять же, давайте вспомним то, что, к сожалению, у этих часов маленькая водозащита, всего 30 метров. Это, грубо говоря, помыть руки и случайно зайти в душ. Но никак не купаться. И, на мой взгляд, это самый большой минус этих часов. То есть, я считаю, что это, ну, большущий просчет. Большущий просчет. Потому что все-таки у Лис Нардан это морские хронометры. И, конечно, нехорошо, нехорошо. Я думаю, им нужно было бы придерживаться того, чтобы делать часы с более крупной водозащитой, нежели их конкуренты. И вообще, ну, минимально. А тем более, эти часы, они напоминают именно такие все-таки... Я бы сказал, наверное, что это некий такой яхтенный стиль. Что-то в этом есть. И поэтому, конечно, водозащита должна была бы быть побольше. Ну, все остальное вы сами прекрасно видите. Итак, в заключении видео я хочу поблагодарить мультибрендовый бутик Montre Deluxe за предоставленную возможность обозревать столь интересные лимитированные часы. А также попросить всех новоприбывших на канал подписываться, ставить лайки, прожать колокольчик для того, чтобы не упускать новые видео. Напомню, что сейчас видео выходят с регулярностью раз в неделю. Также задавайте вопросы, пишите комментарии. Я стараюсь отвечать на вопросы, непосредственно заданные мне, а также принимать участие в интересных дискуссиях, что разворачиваются под видео. Ну что ж, всем удачи! Пока-пока! Пока! Пока!